Так, ну что, запись тогда на основе. Да, кстати, 720p трансляцию смотрит только один человек такой элитный, элитный зритель, единственный. Ну, главное это не факт того, что кто-то может 720p смотреть, просто аудитория Quake, она не такая огромная, как у StarCraft, например, и там на премиум сервера организовываются трансляции в 720p качественные, которые могут смотреть люди, ну, которых больше просто насоса, да, они там могут купить премиум аккаунта, покупать аккаунт для того, чтобы смотреть наши 720p стримы по Quake Live. Видимо, ну, не все считают целесообразным, это можно понять, конечно. Главное, что записи выкладывают в 720p. 720p запись на ютубе, это очень вкусно. Особенно своевременная запись. Вот раньше, когда мы делали только на Овнизе, да, там буквально через несколько секунд сразу же мы могли. Да, опубликовывать записи, а сейчас этого не получается, потому что там пока на ютуб льется, пока еще что-то. Я не представил матч, у нас игра на 132-м Зотике. Это полуфинал, играет Сергей Орехов Эвил против Авика. Против Авика, я вижу, вижу картинку, конечно, вижу. Против Авика, Авик это матчик Крыжовский. Поляк, поляк. И на данный момент мы видим полу Эвила. Я не знаю, кто у нас все это время, последние там два месяца, может быть, сидел в танке и не в курсе. Но Эвил сейчас играет просто на пике своей формы. Он убивает Стрэнса, он убивает, я не знаю, Киллсона. Я не видел, чтобы он с Киллсоном играл, ну или по крайней мере не помню. Ну, короче, шансы есть у него и против Авика, и против Токсика, и против вообще всех. Даже вот против вот этого жесткого поляка, который в какое-то время ходил в топ-4, в супер-четверку игроков лучших. Это Авик, Куллер, Сайфер и Рафа. Да, но сейчас ситуация изменилась. Сейчас бы в этой четверке я бы Куллера поменял бы на Стрэнкса. И все, да, потому что Куллер просто больше не играет. Так, какие дела здесь у Эвила? Он вроде бы остался без стэка, но подобрал красненькую, разменяет ее сейчас на мигу. Я покажу пинги. 53 против 56, все честно. Все честно. Получает такой неприятный. Рейл 2 неприятных Рейл Ган. Это минус 160, и Авик чувствует, что может дожать. Конечно же, и тяжело будет Эвилу выйти из этой ситуации. Просто там пяточки пощекотал шафтой. 7 хп было у Эвила, и одной шафтинкой сбрил сразу же. Чем Куллер занимается? Ну, помимо того, что он занимается автобизнесом каким-то. По-моему, раньше он занимался автобизнесом. Сейчас у него еще одно какое-то занятие, о котором я, во-первых, не знаю. А если бы знал, чувствую, что я бы, наверное, вам не смог бы сказать. Это уже там личное. Ну, все как у взрослых людей, работа, девушки. Хотя, черт его знает. Может быть, он поедет на DreamHack или QuayCon. Дети? Ну, детей, наверное, у него нет. Я уверен. Он работает в автосалоне и продает BMW. Так я и сказал, что он занимается автобизнесом. Я говорю, что у него есть еще какое-то занятие сейчас. Вот это уже, возможно, секрет. Я помню, просто с Сайфером на эту тему общался. Ладно, отвлечемся от этой насущной и любимой темы «А как же дела у Куллера» к игре на 132-м Зотоке. Пока что, Аэк, у нас впереди на целых два фрага. Для Т7 это, ну, не очень много, но на самом деле и не очень мало. Все зависит от игры. И Эвил в своем репертуаре, просто подбирая первый попавшийся вэпен... Ну, ШАФ, конечно, очень тяжело назвать первым попавшимся вэпеном, но... То есть это такой, типа, якобы так себе. Не, на самом деле это одно из лучших... Нет, это даже больше, я вам покажу, лучший девайс для того, чтобы играть в стиле Эвила. Да, то есть Эвил это такой своеобразный стрэнгс, который подбирает ШАФ с Респа и пытается... Помните это его интервью, что я ломлюсь-ломлюсь там на ДМ6, он рассказывал, когда против Куллера, в надежде на то, что мой ШАФ нанесет очень много армора... Ой, очень много дэмэджа, и человек останется без армора. И я смогу дожать дальше. То есть вот такая вот логика примерно у Эвила. Ну, и если это не получается сделать, соответственно, ты очень дорого плачешь, ты отдаешь фраги, а это самый важный момент в Квейке. Надо не отдавать фраги. Ну и вот, что-то как-то сильно летит пока что Эвил. Даже как-то очень-очень серьезно. Да, наверное, может быть, ты и правда смотришь его один. Ну, там же показывает, сколько зрителей. А, не показывает. Только у меня показывает. Эвил уходит еще и в минуса, пытается на миге. Хорош, размин удается. Главное, сейчас хороший респаун, но респаун у Эвила... Да, респаун у него просто великолепный. Он забегает, забегает, да, на мигу. Забирает ее, забирает. Плюс к тому же, у него есть шафт. Правда, на красном здесь не очень хорошо может постреляться. Но армор забрал, это главное. Ну что, половину игры Эвил огребал. Теперь ровно половину игры ему надо вливать. Но это будет сделать не так просто, потому что Аверк рейлит как... Как, не знаю, как киллс. Очень жестко, точно. И как... Не повезло. Не повезло с распом. Если бы Аверк появился в каком-то другом месте, наверное, Эвил бы все-таки выжил. Да, я там, ребят, по поводу бейза, может кто-то и не понял, так вам обещал его сегодня, что столько о нем говорил, но похоже, что у нас не получится с ним покомментировать, потому что у него какие-то проблемы со скайпом, и у него там как-то очень сильно все глючит. Ну да ладно. Надеюсь, что в следующий раз мы с ним обязательно... Обязательно побеседуем. Ну, сможет левел хотя бы еще один фраг отжать, выйти с нуля. Плохо здесь стрейфит Айвик. Пячется назад. Пячется, пячась. Ну и, конечно же, в таких ситуациях, при стрейфе в... в одной плоскости очень легко попадать. Шрафтой. Шрафтой очень легко попадать. Ну и очередной фраг от Айвика. Тут, блин, по-моему, уже как-то все совсем грустно, что мне даже нечего сказать. Ну, что, 40 хп Айвекс, играет печеньки, никого не боится, в руках рейлган, готов, нацелен попадать. Лучше я вам скажу, как у... как Акуреси у нашего поляка. 24% Рокетланчер, 28-42 шафтрейл, соответственно. Ну, не то чтобы очень высокий, но, тем не менее, ему этого хватает для того, чтобы выиграть. Если сейчас Эвил, да, перешавчивает Эвил, давайте посмотрим на его Акуреси. Ну, у него примерно так же. Рейл немножко пожестче, да? И общая точность тоже примерно такая же. 27-28%. Вот какие-то фраги начинает делать Эвил. Правда, времени у него маловато. Хотя, чем черт не шутит? Может быть, и сможет закомбечить. Сейчас подбирает красную. Посмотрим, где находится в этой ситуации АВик. Ага, понятно. На центре карты он был. И вот сейчас одним рейлганом, смотрите, он останавливает Эвил. Сейчас срубает шафт в надежде, что он сможет влить ему дамага при выходе с этого коридора. Но какой ценой? Какой ценой Эвилу достается этот фраг? Он теряет вообще весь свой стэк. И похоже, что не удастся ему забрать красную. Не удастся. Жёстко он прошапчивает на меня. АВик с одной плазмы здесь не должен выживать. Не должен, не должен выживать. АВик, слушай, что такое? Нет шафта у Эвила. Пытается с флэшем как-то его убить. Забирает жёлтенькую. И такой очень классный рокет. Мне на мгновение показалось, что он летит аккурат в лицо. Но там где-то немножко АВик. Перестрейфился и увернулся от ракеты. Забрал красную. Четыре минуты. Ай-яй-яй, не допрыгивает. Вынужден делать рокет-жампы. Тратит КП, видит, что нет шафта. АВика, тот ускальзывает. Надо было всё-таки идти через верх, наверное. И хочет забрать полтинничек, да? Эвил, чтобы не досталось АВику. Не, ничего не хочет. Да не, здесь уже поздно. Слишком много времени потерял. Слишком много фрагов отдавал в самом начале. Ну, настаяли. Настаяли, короче, Эвил. Ну, так-то три фрага. Сейчас можно выйти из телепорта, дожать. Криво, криво стрейфит, врезается в столб. Ну, он пытался увернуться. И здесь, конечно же, делает враг АВик. То есть, почему он вписался в этот столб? Это было сделано для того, чтобы не бежать на АВика по прямой траектории. Это позволило бы сопернику очень легко попадать. Вот так по краешку мостика там пробежался. Ну что ж, GG, хорошая игра. Первая карта за АВиком. И я, наверное, все-таки пойду чат посмотрю. Фух. И, смотри, что нам Base ничего не написал, да? Жалко, 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 жалко. Нет, не успеем мы чат поглядеть. Я пока искал Base в онлайне. Ух ты, ЗТН! Видимо, АВик согласился на эту карту. Кстати, матчи между игроками, которые мы смотрим сейчас, это такой своеобразный... своеобразная разогревка перед GD Studio Arena. Потому что именно эти же игроки будут играть там. Там уже, может быть, немножко по-другому. Давайте переключимся на этот раз. Невилла, как он ошибается! Ой, е-е-е, друг, ну что ж ты? Что ж ты так? Неаккуратно. Кончается Rocket Launcher. Не знаю, прыгать за красным бессмысленно. АВикс не промажет этот рейл. А вот с этим желтым уже можно попробовать унести красный. Правда, это тоже очень рискованно. Да, конечно. Присел, но вот видите, все-таки унес. Молодец, Сейвел. Риск был оправдан, на самом деле. То есть, второй рейл в той ситуации попасть, ну, тяжело. То есть, реально, конечно, и можно, но две рейлцы подряд на красном это... Не так просто сделать. И удачно, позиционно разменялся Эвил. Да? Мигу забрал. То есть, если бы он находился не... Не в этой части карты, наверное, все-таки он не смог бы забрать мигу. Эвил так отчаянно принял этот бой. Не знаю, понимал ли он, что у него абсолютно нет никаких шансов, потому что Авик его, во-первых, сильно распаковал. То есть, весь у него армор выбил, когда тот мигу забирал. Пытался там по позиции, да, что-то сделать. И потом, как-то с этой мигой он тоже там получил какой-то дамаг. А вот Авик как-то дерзко вот так вот падает. Обратите внимание, уже который раз с красного армора, просто включив шафт, пытается как-то спрыгнуть. Подходит у нас Павел на сервер, который недавно обыграл Спарти. Со счетом 2-0, между прочим. Ну, красный как-то попытаться унести, что ли. Ой, хороший Айрокет. Ну, почему он не залетел, это рельса? Как обидно. Как обидно. Улыбается Эвил, сам думает. Как же так я не попал в эту рельсу. Давайте все-таки переключим на Пашу. Ой, на Пашу, на Эвила. Больно мне интересно, как он будет здесь. Вот, тем более просили за тем игроком, который давит. Вот сейчас Эвил давил. Эвил сейчас должен реализовывать свой стэк. Вот эти вот 200 на 150, уже практически 200-200. Попадает при выходе с шардом Рокет. Очень приятный Ави. Куда ж ты так нагло? Нигига себе. И смотрите, получается, у него распаковывалось. Но совершенно просто больной рейл какой-то. Рейл больного стрелка. Больного снайпера. Чудеса эквилибристики от Эвила. Опасно падать. Да, 27 тп. Не больше, не меньше. Так бы выжил. И Ави возвращает себе свое преимущество в один фраг. Такое приятное, но очень-очень обманчивое на ЗТН. Потому что, казалось бы, за ТН один фраг здесь очень может многое решить. И часто счета бывают там 0-0, овертаймы потом много раз. Такое тоже происходит. Но при таком уровне игры не стоит недооценивать соперника. И может произойти абсолютно всякое. Паша, ой, Паша, почему-то вот тоже Эвил, тоже 102. И как-то я путаю ребят. Заговариваюсь. В общем, здесь... Вообще, Эвилу шахтить удобнее. Но он забирается по лестнице. И как раз-таки, по-моему, на эти 30 хп, в тот момент, когда он забирался по этой лестнице, Авика его и нашавтил. Дополнительно. Дарит желтую Эвил, не дождался появления брони. И еще на красном умирает. Ну, очень-очень печально, пока складывается ситуация. Такими темпами Паше придется принимать Авика в финале 132-го еженедельного турнира. Такая контрольная гранатка, мол... Обычно ее кидают для того, что если там энермия сверху падает, а забирает желтое, то он на нее попадает. Пытается как-то Авика тут подреять Мегу. Плохо у него это получается. Он сам... Ух ты, там залетела какая-то контролька. Авика сейчас будет падать на Мегахеллс. Падает, тихо. Ну, Эвил не стал. Не стал опять обострять ситуацию. Забрал красный. А поляк все правильно сделал. Вышел на позицию для того, чтобы рейлить броню красную. И в итоге попал этот рейлган. И неужели Паша так и рельсу и не... Ой, не рельсу, а красную не забрал. Но сейчас у него 50 армора. И сдается мне, что это те 50 армора, которые Пашка подобрал где-то там. Либо на плазме. Ой, великолепный шафт от Эвила, но слишком маленький стэк. Для того, чтобы просто впитывать весь шафт Авика. То есть, конечно, хорошо, ты урона в секунду наносишь намного больше в этой ситуации. Но тебя просто давят. Просто давят массой. И в таких... В таких битвах, то есть... Самое главное, это что? Ты пытаешься нанести какой-то дэмэдж и пытаешься убить. А энеми, он тебя убивает. И в итоге возвращается к своему контролю на карте. И восстанавливает свой стэк. Вот в случае с Авиком, да, девайсы рейсуются именно так, как ему надо. Он забирает еще хороший подлов с шафтой. Но Эвил делает, наконец-таки, фраг. И должен перехватить инициативу на данный момент. Правда, неудачно рейсуется красная сейчас. Можно ее попытаться... Да, конечно, Авик дерзко забирает этот девайс. Правда, получает рельсу в спину и немножко зайчиков от Эвила. В лице вот этой вот... Зайчиков. В лице вот этой вот струи шафта. Там не больно, но... Ровно соточку как раз, я думаю, там насобирал. Эвил. Пытается что-то на миге доказать, Эвил. Энеми. Сейчас, я думаю, Сережа понимает, что Авик будет забирать верхний желтый. И он, конечно же, туда пойдет или нет. Да, вот верхний желтый сразу же забрал Авик почему-то... А, ну он решил его обойти с полтинника. И посмотрите, попадает три рокета. Хорош. Тут очень много респаунтов на ЗТН добавили. Поэтому, друзья, следите в оба. Не расслабляйтесь. Я тоже постараюсь улавливать все эти новые нюансы на ЗТН. Очень скоро появится красный. Ну и... Конечно же, туда Эвил приходит, контролит шарду Авик. Все правильно делает. Так, какие варианты? Какие варианты у нас есть? Сейчас попытается Эвил дожать. Там хороший Рейл. Попытался попасть. Влетает на желтый. Ух ты, хороший. Просто вылет. Можно много дамага нанести. Правильно. Правильно все делает Эвил. Он по классной траектории залетел, если вы заметили. Так, прямо такой, по параболе. Так, горизонтально влетел. И попадая в очень много шарта. А что вытворяет Авик в этом моменте? Он разменивается. Сейчас главное, чтобы у него не было респауна там. Конечно. Забирает еще ракетку. А. Он намек... Ой, это же Авик. Где заразится? Ё-моё. Ох, не фартанул Эвилу в этом моменте. Ох, как не фартанул. Ох, не фартанул. Правда, подобрал рельсу. И две он попал, да, кажется. Потому что у Авика была мига и желтый. А в итоге мы видим, что у него 50 на 50 осталось. Ну, то бишь, просто ровно 100. Появляется сейчас красный. И похоже, что очень многое решится в эти полторы минуты. У Эвила есть все шансы, чтобы сделать камбэк. Так. Мне почему-то кажется, что... А, нет. Все нормально. Все нормально. Все шансы есть у Эвила, чтобы сделать камбэк. Но очень плохо, что одновременно рессается красный и мега. То есть даже если Эвил пойдет его атаковать, то Авик сможет один из девайсов вполне унести. Заходит в спину, но вовремя разворачивается поляк. Попадает тоже четкий рокет на минус 100, который сбрасывает Эвила вниз на рельсу. С опаской, конечно, Авик приближается к этому мегахелсу и правильно делает. Потому что здесь внезапно вылетает Эвил, как, я не знаю, Гитлер в аквапарке. И попадает столько шафта. Столько шафта он попадает Авику, что похоже, тот последние 30 секунд будет просто халдиться на желтых арморах. Сейчас передислантируется на плазму, а тут уже Эвил. Айвил не слышит. И вот сейчас Авик, бегая по следам Эвила, сводит шансы того, что первый его найдет к минимуму. Просто-напросто. То есть Эвил же не будет возвращаться. И 10 секунд до конца, 2 фрага, Эвил находит. Но тут шафт останавливает его. Это означает лишь одно, что в финал Зотека проходит Авик. Ну, красиво, конечно, ребята сыграли, но Эвил, мне кажется, может лучше. Обидно за него, что не прошел. Но у него есть шанс обыграть Авика. То есть взять реванш на GD Studio, арена, которая начинается, по идее, через 3 минуты. Но я думаю, что сначала состоится финал Зотека. Возможно, там, Фаз и Тугуд потерпят. Фаз и Тугуд потерпят. А мы, наверное, сделаем стоп-старт в записи.